Бسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم وعلى أشهر المرسلين محمد وعلى آله وصحابه وعلى أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые جماعة города Извербаш старшие, младшие мужчины, женщины если есть пусть Аллах делает это мероприятие благодатным для каждого из нас потому что мы должны учиться с момента рождения и до завершения нашего жизненного цикла и на самом деле учеба это не только взять в руки книги ходить в медальце и там эти книги учить учеба и علма это еще и старание познать своего Господа Субханна Була Таля Аллаха это тоже учеба более не менее важная чем учеба находясь в медальце и у уалимов поэтому мы благодарим Аллаху Таля за то что Он дал нам такую прекрасную мечеть возможность здесь собираться ибо у нас были отцы и деды которые этого не видели этого жаждали но не получив этого покинули этот мир и мы за это благодарим Субханна Аллаху Таля наша религия Ислам там приветствуется быть покорным Аллаху Таля быть не высокомерным а наоборот кротким который готов уступить вот все там для своего брата да то что разрешает Шариат не быть все время впереди а стараться чтобы он был впереди имени Ибадати а не остальных вещах поэтому когда говорит когда здесь наш Абдулла поздравил меня с этим с этой степенью это конечно же у нас в могиле не спросят какой у тебя уровень какой у тебя диплом какой у тебя научный степень это все для этого мира такие условности да а в Ахирате в нашей могиле нас спросят за наш иман за нашу веру за наш ад поэтому это все условности пусть Аллаху Талла нам облегчает отвечать расспросу ангелов мукра и нахира в могиле где нам нужен именно крепкий иман чтобы мы могли правильно отвечать на его на их спрос далее что касается нашей темы Аллахи Салат и Ассалам наш пророк Мухаммад не оставил ничего что полезное для его ум кроме того как он рассказал об этом все что полезное и для этого мира и для Ахирата он нам рассказал либо посредством вахрию в Куране либо посредством тоже вахрию в хадисе это все до нас он передал в той или иной форме может быть это будет это где-то это в нас прямым текстом где-то косвенно здесь наверное у вас много алимов этот город из Бирбаш славится своими алимами поэтому то что я здесь говорю вы все знаете но тем не менее и не обязательно чтобы в Куране хадисы были прямые тексты указывающие на тот или иной хукму есть поэтому все что касается нашей религии и не выходящее за рамки этих четырех основных источников является дозволенным шариатом и приветствуется Аллахи салата Пророк к нам рассказывал что такое наша религия и вы все знаете хадис пророка салли Аллаху изов", известный под хадисом Джибриль когда Джибриль пришел спросил пророка салли Аллаху что такое иман что такое ислам что такое исистан это мы все знаем и он ответил что иман это вера вот это 6 арканов нашей веры ислам это исполнение вот этих 5 арканов нашей религии И ислама. И Ихсан — это чтобы ты служил, поклонялся Аллаху Та'ала, как будто бы ты ее увидишь с искренностью. Вот эти три составляющие являются арканами нашей религии. И если мы один из них упустим, то наша религия будет неполноценной. Это с такими вопросами пришел Джабраил, чтобы учить умму насчет их религии. Получается, Иман, Ислам, Ихсан — три составляющие. В Ур'ане, Сурате Аль-Майдате, третий аят, по-моему, сказано, говорится, «Бسم الله الرحمن الرحيم» «Аль-Явма أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة» То есть, Аллаху Та'ала завершил нашу религию. Все, что нам необходимо для этого мира и для Ахирата, Он донес посредством Пророка, Салли Аллаху Асалам, до нас, до умов Пророка, Салли Аллаху Асалам. Поэтому нет ничего, что необходимо добавить, что необходимо уволять. Все там есть. Вот мы все знаем, вера, Иман. Во реме Пророка, Салли Аллаху Али-Явсалям, вера была самой крепкой. Никто этого не будет отрицать. У сподвижника была самая крепкая вера. В Аллаху Субхану Ата'аля, в Его ангелы, в книги, в Судный День, Пророков и Кадара. У них Ислам был самый совершенный. Это тоже никто не отрицает. Кто может отрицать? Потому что самые лучшие из нашей умы – это сподвижники. Ислам тоже был у них самый лучший. Потому что они поклонялись Аллаху Та'алла искренне, не преследуя своих личных целей. Вот в их эпоху, эпоху Пророка, Салли Аллаху Али-Явсалям, из-подвижников, вот эти три составляющие религии были на высшем уровне, в совершенстве. Потом пришла эпоха Таби'инов, и тогда стали появляться другие науки, которые не были известны во время Пророка Салли Аллаху Али-Явсаляма. Например, мы все знаем науку о вере, иман, первую руку на нашей религии иман. В каких науках изучается? Акиды, правильно? Вот книга, есть разные книги акиды, есть имами. Вот мы свои акиды следуем основам которые установил Абуль Хазан Ашари. А ханафет исследует Абуль Матуриди. Вот это наша вера основана на этих основах. Есть книги, которые вот эти вопросы вероубеждения обсуждаются, разъясняются, и мы их читаем. Как есть имами, есть книги по вопросам вероубеждения. Также у нас есть шариаты, четыре мазхаба, их было много, но сохранило четыре. И у каждого мазхаба есть свои имами, есть свои книги. Мы все эти книги изучаем, читаем, фикхами оттуда берем. Далее, первые, кто составил труды книги по уссуле фикхи, это является имам шафи, рахматуллаху алейхи. Первый, кто начал собирать хадисы в книги, это по велению Умара ибн Абдул-Азиза. Вот тогда начал, Зухрий начал их собирать. До этого не было такого, чтобы хадисы собирали такие книги. Другие науки, уссуле мусталяху аль-хадис, эльму аль-хадис, уссуле фикхи, фикхи, мантик, эти все науки в таком виде не были во всем правах, судя с вами. Но означает ли это, что они противорочат религии ислама? Нет. Потому что они просто раскрывают то, что сказано в Коране и в хадисе. Доносят до уммы такой формы, чтобы им было доступно. А то, что они появились позже, имам Шафи не был во время пророка он же позже, уже во втором веке по хиджре родился и умер в третьем веку от хиджры. Вот он является основоположником, то есть тем, кто составил, хотя эти все были во втором веке эти основы, он их составил в труде и рисаля. Первая книга по сулфикхи называется рисаля, имама Шафи. То есть у нас есть книги по не только книге улюми, которые нам раскрывают в сущности веры нашей, агиды. Это альм-калям, альм-лак-айд. Есть у нас книги, которые нам раскрывают сущность шариата. Это книги по фикхе, четыре мазаба и соответствующие книги. Остается третья основа нашей религии Ихсан. Вот вы все прочитали книги по агиде и по фикхе. Есть там обсуждение этого Ихсана. в Махалле, например, возьмем, там говорится, как человеку бороться со своими страстями. Есть там такое? Ну, так поверхностно может быть, да, так косвенно. В других книгах по фикхе его нету. Это не означает, что книги фикхи такие несовершенные. Нет. Просто это не специализация книги фикхи. Это особая наука фикхи, которая скрывает именно связанные с внешностью нашего богослужения. Как вера обсуждается в книгах по агиде, как шариат обсуждается в книгах по фикхе, у нас осталась вот третья основа нашей религии Ихсан. Она тоже была во время пророка салюлсам. Как была фикхи, как была вера, как была агиде, это все было во время пророка салюлсам. Не было бы, это было бы новое день, от которого отказались бы все ученые. А до нас дошли эти книги. До нас дошли книги по каляму, по агиде, до нас дошли книги по фикхе, которые не были во время пророка салюлсам. Не означает, что они выходящие за рамки нашего шариата. Остается третья основа нашей религии ивсан. Ивсан это связанная с нашим сердцем наука. То есть, чтобы мы, когда совершали намаз, совершали его с искренностью. Чтобы мы, когда какой-то садык отдаем, чтобы мы это дали не ради каких-то целей, а ради довольства Аллаху Та'аля. Чтобы мы все время чувствовали за собой наблюдение Аллаху Та'аля, взор его. Вот это является ивсаном. Вот остается он как-то отдельно. Его не обсуждают в науке агиды, его не обсуждают в науке фикха и сопутствующие фикха науки, как усули фикха и хадис Ихсан. Вот Ихсан как раз таки уже начиная как начали обоставляться науки по фикхе, по каляму. Вот именно Ихсан начал обоставляться науку Та'аля уже начиная со второго века по хиджре. Та'аля называется как фикхе это наука изучающая наш шариат, как агиды и калям изучающие нашу веру. Вот так же Та'аля является наукой Ихсан. Прямо так и говорят аллими. Например Ибн Хаджар, мы все Ибн Хаджара принимаем. Да? Ну Ахлю Суну аль-джам'а принимают Ибн Хаджара. Тухват это наша главная книга по фикхе. Вот он так говорит. Вот вы читаете Шарх Арбайин его. Он там говорит Ихсан это Тасаввуф. И вот начиная с Хасан Басри он встречался со многими подвижниками с подвижниками вот начиная с его времени начали говорить об Тасаввуфе как об науке обсуждающей изучающей состояние сердца и помогающей достичь его чистоты от духовных болезней. Это с того времени началось. Хотя эта наука была во время пророка не под именем Тасаввуф а под именем Ихсан названия меняются как уже было сказано эти все названия под которыми скрываются под которыми находятся сути которые были воронены в той или иной форме. Точно-таки Тасавв вот именно начиная с середины второго века он начал обосновляться в науку которая изучает состояние сердца его духовные болезни способы излечения этих болезней как отказаться от наших страстей и так далее вот Хасфан Басри является одним из первых людей который начал говорить на эту тематику вот он сказал я встретил во время Ауафа одного суфия и я им предложил садака он отказался сказал у меня есть несколько монет они недостаточны для пропитания не нужно мне больше этого то есть он уже говорит о суфиях само слово Тасавв тоже как именно как название этой науки не было во время пророков с улзом известно это всем никто этого не утверждает и никто не говорит что во время пророков с улзом именно под этим названием была эта наука но как и остальные науки некоторые вот именно обоснуя это говорят что раз не было во время пророков с улзом Тасавв значит Тасавв тоже не было это неправильное понимание потому что мы если подойдем вот в такой с таким подходом нам придется отказаться от многих исламских наук правильно же алими знают это правильно я говорю алими подтверждают вот улзом фикхи было во время на зоне или именно в таком образе собранной в книге составления вот не было но они были всегда именно из этих ахкама ахмис солята что вот это амру лилюджуби это же Куран уже сказано ахмис солята да никто же не придумал новую формулу из-за этого ахмис солята они вывели что амру является для вуджуб то же самое тасауф тасауф был во время прагаса назвался искренностью потому что далее если мы успеем расскажем хадисы которые нас призывают к искренности ибо алей прямо сказал что не смотрят на ваши внешние деяния какие вы красивые какие вы красивые намаз делаете Аллах смотрит что у вас сердцах сердце главный орган когда он хороший остальное тело тоже хорошее когда он плохой остальное тоже плохое поэтому вот эта наука которая изучает состояние сердца как его исправлять как его лечить от его недугов духовных они назвали тасауф не мы не сегодня это назвали это назвали вот уже более 13 веков тому назад в 650 году в этом промежуток мы находим напоминание о тасауфе поэтому то что тасауф само слово является новоявленным ни в коем случае не означает что его суть тоже является новоявленной это вот в любом в любой науке можно также назвать его новоявленной если исходить из его названия это первое то есть то что Аллахи салату ассалам указал в своем хадисе как об имане иман обсуждается и раскрывается и рассматривается в науке акида то что касается ислама рассматривается в науке альфик и сопутствующей ему науке а что касается ихсана рассматривается науке тасауфа это мы не придумали это было уже тогда установлено это одно само слово тасауф его корень его откуда он взялся об этом тоже есть несколько разных вариантов но кушайри кушайри это уже четвертом веке похитер жил вот он говорит это слово даже его корень не надо смотреть потому что это как имя вот например меня Абдулла назвали отец мне дал имя Абдулла кому-то Зайд кому-то Ахмад Мухаммад мы же не будем искать почему его так назвали правильно отец захотел так назвать его точно так же он кушайри говорит эти ученые которые изучали науки по Ихсану они просто взяли и назовли это савуфом это один его мнение кушайри а так есть разные варианты что это происходит от суфа от суф это шерсть от сава это сава более близким по грамматике это сава сава юсави сава 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 это если мы форма махула мачхул аль-мабнили мачхуле сава как будет сава суфия да суфия от суфия оттуда произошло сава который свой обадат свое отношение с Аллахом очистил человек ай-сава он очистил свое отношение с Аллахом фасуфия Аллаху его тоже очистил вот с таким вот именем связывают по-моему по-моему это он так говорит и в общем это слово само слово тасавуф или суфи имеет корень в арабском языке то есть это арабское слово а именно вот связанные с тасавуфом суфием есть разный вариант как ушари говорит это может быть и просто как имя этой науки взял как Ахмад Мухаммад называет родителей своего ребенка вот так назвали эту науку тасавуфом далее первое что тасавуф было во время пророка с Аллахом об этом говорят алими и даже если мы просто возьмем сущность тасавуфа когда мы будем говорить о его содержании уже понимаем что это суть ислама например они ученые по тасавуфу говорят все в виде поклонения если они совершаются без искренности они не принимаются тасавуф к этому приводит вот если бы его не назвали бы тасавуфом это бы что-то изменило бы от этого изменился бы от этого что-либо вот человек совершает намаз без хузура думая во время намаза об деньгах об женщинах чем угодно да это принимается ну внешне да потому что он совершил но если сердце у него без хузура Аллах если Аллах сказал Аллах не смотрит на наши внешние деяния смотрит сердца то есть чтобы сердце было чистым это понятно а как его очищать вот его способ очищения назовем тасавуфом назовем ихсаном назовем таскиетом назовем как угодно да от этого суть не меняется просто они так называли поэтому тасавуф его предназначение вот тасавуф состоит из трех вещей первое это знание знание какие знания имам Азали говорит человек должен знать человек должен знать состояние сердца это что означает у тебя в сердце какое состояние есть там показуха есть там лицемерие есть ли там надменность есть ли там считаться превосходными над другими есть ли там скрытая злоба к другим зависть вот эти все являются они они его называют ученые называют его полезными сердца духовными полезными сердца вот они недопустимы мы знаем из хадисов что хасад это он сжигает наши деяния да хасад нельзя недопустимо что у тебя был зависть к другому он сжигает твои деяния показывуха нельзя правильно сделать ради кого-то либо это разрешается нет же конечно то есть вот эти болезни о которых суфи говорят как болезнь сердца пророк Азали об этом уже рассказал но по-другому формулировка другая правильно же хасад недопустимо рия недопустимо кибрия такабур это его личный сифат другому не допускается быть высокомерным кибрия это его изар недопустимо пророк Азали другим но для нас чтобы легче было понимать ученые назвали это болезнями сердца мы же болезни лечим когда человек болеет ковидом болеют люди они же лечатся в больнице чтобы было доступно понимать для нашего понимания назовали эти недостатки болезнями поэтому их лечение обязательно если ты придешь в Ахират сердцем ну нечистым с этими пороками тебя не примут поэтому вот это лим который нам рассказывает об этих пороках что такое хасад зависть что такое рия показуха что такое нефак лицемерие что такое такабур высокомерие что такое ручбу самомнение высокой оси беда вот эти все знания это часть тасауфа то есть прежде чем его лечить ты должен знать его недостатки вот это одна сторона тасауфа то есть эта наука тасауф изучает недостатки наших сердец духовные пороки сердца первая часть второе вот человек изучил какие-то болезни выучил наизусть десятки книг по медицине это поможет ему лечиться если он не будет лечиться правильно не поможет он будет знать наизусть десять книг всю энциклопедию медицинскую но он не лечится он не выздоровеет поэтому вторая составляющая тасауфа это лечение то есть делать те вещи которые нам подсказал пророк саллиллайм ибо тасауф ничего не может быть входящим за рамки шариата они так и говорят суфи сами говорят так тасауф это тоже самый шариат ничего выходящего за рамки шариата в тасауфе не может быть если выходит значит это не тасауф это какой-то кто-то о себе добавил поэтому вот знать эти болезни это одно лечить эти болезни именно таким способом, о котором говорил пророк, это вторая составляющая, и третья составляющая это уже состояние ахвали сердца. Это вместо этих плохих туда приходят хорошие, его противоположности. Например, когда человек скупой, скупость, альбухлю, три вещи, которые погибают, от которых приводят погибели. То есть когда человек скупой, и он этой скупости поддается, делает, что скупость от него требует, не дает. Надо давать, но не дает. Он скупой, у каждого человека есть такой сифот, да? Такое есть у каждого человека. Мы так созданы, но если мы последним этому бухлю, это приводит к погибели. вот этот бухлю, раз он нас приводит к погибели, от него же нас избавляться же надо. Противоположности этому какое? джуд, карам, правильно? Шедрость. Вот нам надо избавляться от этой скупости, и вместо него туда добавляют вот эту шедрость, вот это тахлият. Первое называют тахлиятом, а тахлият, освобождение сердца, сперва освобождается от этих болезней, потом тахлият, вместо него туда добавляют украшающие ныравы. То же самое, рия, показуха. У тебя было, у тебя, когда мы говорим, это мы говорим о верующем человеке, у которого есть это нырав, да, ручьбу. Он себя считает красавчиком, да, других мнений он не принимает. Вот это болезнь. Мы понимаем, что ручьбу нельзя. Вот, например, почему нельзя? Вот, к примеру, я возьму себя пример, и там, например, я буду себя считать таким достойным, чем другим, из-за того, что я намаз совершаю, к примеру, да, это пример. Или я много пост соблюдаю, или я много садак раздаю, к примеру я говорю. И вот это все я считаю себя лучшим, чем другие, из-за этих качеств. Раз ты уже себя таким лучше другим посчитал, эти все сгораются, аннулируются они, ты уже стал хуже их. То есть, вот эти ныравы, когда мы за этим ныравом следуем, это все порт на шибадат. И мы должны это знать, и после этих знаний исправлять их. Тахлият, освобождение от этих ныравов, Тахлият, укрощать себя благими, прекрасными ныравами. И после этого, если Аллаху Таала даст, у тебя будут уже охвали, маками, дорожатые, это другие, это не цель. Тасавуфы с целью не являются какие-то маками дорожатые. Цель Тасавуфа, чтобы ты избавился от недозволенных духовных пророков и украсил себя благими ныравами. Вот это цель Тасавуфа. Чтобы в итоге ты служил Аллаху Таала с искренностью. к этому, чтобы пришли. А охвали макаматы, это уже сопутствующие, могут быть, могут не быть. Далее. Основа Тасаву, то есть, составивающие Тасавуфа, это знание, рельма, надо знать, какие духовные болезни могут быть и какие могут быть после их изучения хорошие ныравы. Второе. Ты должен действовать соответственно этим знаниям. Например, ты узнал, что щедрость, то есть, эта скупость не разрешается. Что надо делать? Ты должен себя заставлять. Уитатского кармана давать, давать, давать. Итак, мы уже избавились от этого и после этого Аллаху Таалла в наши сердца уже дает определенные знания, определенные Аллаху Нурус Самавати воль арду. Аллаху Нурус Самавати воль арду. Это смысл какой? Тафсир, как говорится? Мунавир. Аллаху Таалла освещает сердца. Когда мы работаем над исправлением наших сердц, когда мы замечаем эти недосадки, Аллаху Таалла освещает сердца. Аллаху Нурус Самавати воль арду. Он освещает наши сердца. И они говорят, вот когда Аллах освещает твои сердца, ты замечаешь недостатки, которые там находятся. Например, вот выключаем свет, черное, ну нету света нигде, закрытые окна, двери, здесь в разных углах могут быть паутины от этого, да, паутины может быть, эти мыши могут там свое это оставить, да, пыль, много чего грозы здесь может собираться. И когда мы какой-то маленький свет даем, освещается определенная часть этой комнаты, видим, какая там грязь, стараемся его убирать, еще включаем другой источник света или открываем окна, двери, больше начинаем там замечать, значит, вот эти, ну, грязь, которая там собралась, его там убираем, и вот так, когда больше, чем больше света, Аллаху нуру с самого арду, чем больше Аллаху нам нура дает, тем больше мы видим недостатки, которые находятся в нашем сердце, и исправляем их. Вот для этого Тасауф и нужен, чтобы мы следили за сердцем, искали там недостатки и исправляли их. Вот это цель Тасауф. Далее, то, что Тасауф нужен, очень много алимы говорили, почти великие люди говорили, даже если бы они не говорили бы, просто разум нам подсказывает, что это нужно, потому что пророк Аллаху нам указал, что можно, что нельзя, значит, мы верующие должны делать то, что надо делать и оставлять то, что нельзя. Для этого Тасауф и нужен. Вот алимы об этом что говорят? Вот мы все читаем имама Шафии, рахматуллахи алейхи, его диван. Диван Шафии читали же мы все? Многие читали, не все, наверное, многие читали. Модерцы это имам Шафии говорит. Ты будь фақихом. Фақихом. Который дучил хиқхи. Суфиян. Суфиям. Не одним из них. Я тебе насыщат делаю. Это мой насыщат тебе. Далее он говорит. Фақихан и суфиян фақихан и сауфиян. Который только фиқхи читает. У него сердце черствое. Его сердце не почувствовал вкус бога без знания, без фикхи, он невежда, а как можно исправлять невежда, других не может исправлять, то есть имам Шафии говорит, необходимо объединить в себе и фикхи и тасауф, чтобы ты с помощью фикха узнал установление Аллаху Таала, шариат, что правильное, что плохо, а с помощью тасауфа ты очистил себя от духовных пороков, объединить надо их, это мы читаем в Дивану Шафии, от имама Малик, рахматуллах, говорит, тоже переводится такие слова, если человек изучил только фикхи, но он изучил тасауф, он может в физку попасть, потому что вот этот, здесь, в котором сердце имеется, ружбу, хасад, рия, это приводит к ослушанию Аллаху Таала, недостаточно наличия одних только фикхи, а если человек не изучил фикхи, просто тасауфом занимался, он может выйти из религии, потому что он религию не знает, а кто их объединил, он достиг истинный. Такие люди, как имам Малик, имам Шафии, они все призывают, чтобы мы объединили в себе и фикхи, и тасауф. Очень много великих людей ислама, такие как имам Газали, имам Субуки, имам Мину Хачар Хайтами, Ас-Калани, имам Навави, Джуайни, такие люди, они высоко осенили тасауф. Имам Ахмад, имам Абу Ханифа, книги Хашиат ибн Абдин, вот там он прямо говорит, что имам Абу Ханифа, рахматуллахи алейхи, был тасауф, прямо так говорит. Это отношение Алима к тасауфу. Если перечислить их всех, у нас очень много времени уйдет. Главное, чтобы такие великие люди, как имам Шафии, имам Ахмад, имам Малик, имам Абу Ханифа, относились к тасауфу с таким позитивным отношением. И, естественно, их последователи, такие как имам Навави, имам Абдин Хачар Хайтами, Ас-Калани, вот они, Закарили-Ансари, они тоже будут их учению следовать. Далее. То есть, из нашего, вот этого, вышесказанного, можно делать вывод, что тасауф, он во время права с Солосом был под именем Ихсян. Это новое имя ему дали тасауф потом, уже после 100 лет, 150 лет дали ему это имя. Он раньше назывался Ихсяном. И если мы посмотрим составляющие этого тасауфа, сейчас мы прочтем, к чему нас призывает суфи. Вот сейчас мы чуть-чуть прочтем, именно как они, вот какие цели они преследуют своим тасауфам. И сравним то, что они говорят с нашим сариатом. Первое. То есть, те нравы, которым призывают суфи, которые они стараются привить в своих сердцах скромность, смиренность. Они очищают свои сердца от гордыни. Мы знаем, гордыня это все является недопустимыми нравами человека. Проявление терпения к людям, когда они вредят ему. То есть, ты на зло не отвечаешь злом. Оказание помощи нуждающимся и предпочтение им. То есть, даже если ты нуждаешься, ты им помогаешь. Прощение. Когда по отношению к тебе проявляют несправедливость, ты не отвечаешь тем же, а прощаешь. Проявление милости, отвечая добром на зло. Дружелюбие. Приветствие при людях. Расход имущества избегает скупости, не запасаясь на будущее. То есть, они верят, что Аллаху Талава взял на себя наше пропитание, и Он его даст. Не надо запасаться. Вот ты сегодня получил, достаточно, все хватит. Как Хасан Васри говорил про этого суфия, когда он ему предлагал деньги, он не взял. Сказал, у меня есть несколько монет, а они мне недостаточны. Проявление любви, согласия с братьями по вере, избегая разногласий и споров. Ревность на отношении к предписаниям Аллаху Тааля. То есть, все предписания Аллаху Таалла необходимо исполнять. Мелочью, ничто не считается мелочью. Поэтому в некоторых местах книга Тасов мы находим слабые хадисы. Есть такое? Слабые хадисы бывают в книгах Тасов в некоторых местах. Почему это бывает? Потому что они говорят, даже если слабый хадис, он описывает какой-то хороший нрав, богугодное деяние, лучше его делать. Потому что это не связано с халалом и храмом. Это не лилиджаби ау-тахрим. Это просто лили ахляк. Фадайли амаль. И ученые по хадисам и мусалилу хадис допускают принять как довод для фадайли амаль слабые хадисы. То есть, они ревностно относятся ко всем установлениям шариата, даже если об этом только слабые хадисы. То есть, когда хорошие. Уменьшение смеха и не радоваться за мирское. Смеяться, когда мы смеемся, ангелы говорят, ты что, сыра что ли, пришел? Поэтому смеяться они не хотят, не любят смеяться. Страх перед наказанием Аллаха за несправедливость, допущенное в отношении к себе и к людям. Страх перед Аллахом при вспоминании сходного дня, во время чтения Корана. Исполнение дел загробного мира раньше этого мира. Дел этого мира. То есть, они все время предпочитают ад, чем делами этого мира. Постоянность поминания Аллаха и чтения салата Пророка, салли Аллаху, али-а-салям. Чтобы они не расходились, кроме как поминав Аллаха и читая салат Пророка, салли Аллаху, али-а-салям. Тонкость сердца, чтобы черствами не было сердца. И часто плачь за свои грехи и поступки. Наставление. Страх перед смертью в неверии. Боясь, что Аллаху, али-а-салям, заберут их души, будучи неверными. То есть, салли Хатимати. Они этого боятся очень сильно. Мягкость, рахмат, крутость, хильм, милосердие, обращение внимания на хорошее и доброе в людях, не замечая в них плохое и злое. То есть, Аллаху та Аллах сотворил людей, сотворил их недеяния, хорошие и плохие. Наше дело – замечать хорошее, а плохое скрывать. К этому они призывают. Проваление уважения к учителям, которые обучали их читанию, хотя бы одного из аятов Урана. Вот эта маленькая часть из тех нравов, которые преследуют суфи, это все из книг Тасауфа берется. Книга Тасауфа об этом говорится. Если мы вот это все слово Тасауфа уберем, суфи уберем, оставим вот этот текст, здесь есть что-либо, которое повторяет шариату? Есть? Вот эти все нравы – это вот эти все нравы пророка, салли Аллаху, али-салям. Правильно? Мы же читаем пророка салли Аллаху в жизни. Вот этими нравами он обладал, пророка салли Аллаху, обладал в высшей степени. А это все старание приблизиться к этим нравам. Поэтому, если мы уберем слово Тасауф, суфи, оставим вот этот текст как есть, это все тютельку-тутельку, подходят к шариату. Если мы его назовем Тасауфом, что-то меняется? Не меняется. Но следует учесть одно такое, один такой момент. С самого начала Тасауфа, как и с самого начала Ак-Иды, религии, например, у нас в Ак-Иде сколько течений? 73. 73 течения в исламе имеются, да? Из них одно течение, одно течение является спасенными. То есть, в Ак-Иде, в Ак-Иде были изменения какие-то, несоответствующие шариату, несоответствующие шариату, какие-то изменения были внесенные в жизни. Были же шариаты в Ак-Иде? Мы же, потом, какие были разные течения. Вот от того, что такие течения были, мы отбрасываем и ульму Ак-Ида, отбрасываем, нет же? То есть, от того, что в Ак-Иде появились какие-то несоответствующие вещи, Ак-Ида как такое, остается правильной. Но вот это искажение мы отбрасываем, правильно? Дальше, фикхи. От того, что какой-то мусульманин не соблюдает нормы шариата, мы претензии к шариату имеем. Вот, например, человек не совершает намаз, пост не соблюдает, закат не выплачивает. От этого к шариату претензий есть? Никаких. Просто человек такой. То же самое, Тасауф. Если человек, называющий себя Суфием, ведет себя не так, как они говорят, здесь, а по-другому, это ни в коем случае не может быть недостатком самого Тасауфа. Это недостаток самого человека, называющего Суфием. Поэтому такие великие люди, как имам Раббани Адасауф, Джунад Багдад и другие сами лучшие из Суфиев, они говорили, все, что не соответствует шариату, это не Тасауф. Потому что Тасауф, это тот же самый шариат, но с избавлением от этих духовных болезней. Никакого другого намаза не может быть Тасауфа. Никакого другого поста не может быть. Никакого вероубеждения не может быть. Все, что соответствует Ахлю Суфиеву Ла-Кида, это все есть Тасауфе, но лишь с одним отличием. Они стараются избавлять вот эти духовные недостатки. Вот одно отличие, остальные все одинаковые. Поэтому мы не зацикливаясь на слово Тасауф, если не посмотрим на составляющие Тасауфа, это все мы найдем именно Ихлясом, Тазкиятом, Тахлиятом, чему мы это назовем. Это имена были и во время Пророка и во время Спадриджника и во время Таби'инов, но потом появилось имя Тасауф. Они отличились этим. Вот Ибн Хальдун Мукадим это так пишет. Ильм Тасауф это как бы название новое говорит он, название Тасауф новое, но его сущность это сущность Ихсана. Ихсан и Тасауф это одно и то же говорит он. Просто имя Тасауф появилось позже. И суфиями начали назвать людей, которые когда люди увлеклись мирским, они увлеклись Аллахом. Когда люди погнались за богатством, они погнались за богослужением. Вот таких людей начали обособленно назвать суфиями. И их вот это все Тасауф назвали. Поэтому если мы будем посмотреть корень, посмотреть на его составляющие, изучить то, что говорят ученые, улема и аима Тасауф мы найдем его именно Ихсаном, который является третьей составляющей нашей религии. Самое сейчас возникает вопрос, а для чего вообще-то нужен Тасауф, когда есть хадис? Многие такой вопрос задают. Хадис есть, Уран есть, зачем Тасауф нужен? Такие вопросы задают. Тогда можно ответить таким образом, если Тасауф не нужен, фикхи тоже не нужен, мусалюль не нужен, фикхи не нужен, тапсир не нужен, потому что эти вещи, как таковыми не пророком он есть. Правильно, хадис есть, Уран есть, зачем нужен это же неправильно, потому что необходимо это все систематизировать, сделать таким, чтобы он был понятным, необходимо, чтобы его могли изучить люди, не имеющие достаточно знаний Тасауф именно для этого сделали они, то есть они обособили его отдельную науку, чтобы его могли изучить, чтобы могли это последовать, чтобы было доступно для изучающих. Поэтому мы сегодня в этом лекции, в этой лекции не будем долго говорить, нам важно знать, что Тасауф, если посмотрим на его суть, это суть Ихсана. То, к чему призывает Тасауф, к этому призвал Пророк Салли Аллаху Ассалам. То, что от нас требует путь Тасауфа, это требует на шариат. Никаких разночтений или же нестыковок там не может быть. Если таковы будут, то это значит, либо мы не поняли то, что написано в этой книге, либо это принесено. И то, что в хадисах есть, есть и Тасауфы. Просто как и фиг взятые из хадисов, взятые из Кур'ана, точно так же Тасауф взятые из хадисов из Кур'ана под именем Тасауф. И завершая вот эту нашу короткую лекцию, хочу сказать, если человек пошел в больницу, забыл человек, поступил, он лег в больницу, так обратился к врачу. И этот врач ему сделал предписание, назначил ему лекарства, но он их не пьет. Не пьет эти лекарства, да? Он не лечится. В этом случае кто виноват? Врач больница или больной? Больной. Потому что врач ему предписал соответствующее лекарство, и это лекарство, если он будет пить, как предписал врач, он вылечится по воле Аллаху Та'аля. Точно так же Тасауф или же Исламе, от того, что муслим, верующий человек, не соблюдает пост, не совершает намаз, не вылечивает закат. В этом случае кто виноват? Ислам виноват или же этот человек? Этот человек виноват. Ислам от этого честь. Тасауф то, что Тасауф ему предлагает, то, что шейх ему наставник ему дает, он не делает. Аллах не поминает, как полагается, а Тасауф не придерживается, и он совершает какие-то глухие поступки, да, не соответствующие мусульманину. Здесь кто виноват? Тасауф не виноват, потому что Тасауф это суд Шейх не виноват, потому что он его научил правильным им. Верди не виноват, потому что Верди взяты из Корана и Хадиса. Виноват сам называющий себя суфием человек, муридом. Мурид виноват. Поэтому как мы не даем оценку исляму смотря на мусульман, как мы не даем оценку Ак-иде смотря на Ак-иду какого-то нового единства не можем дать оценку Тасауфу смотря на поведение отдельно взятого муриды суфи и так далее. Это все, если мы будем отдельно дать оценку Тасауфу смотря на поведение суфи, именно муриды имеется ввиду, тогда мы должны также оценить ислам смотря на мусульман. Мы же это не делаем. Правильно? Поэтому дорогие братья, у нас часто бывает, что суфи люди, ну, кто стремится быть в их пути, муриды, скажем так, у них какие-то недостатки бывают, и смотря на них недостатки оценивают Тасауф. Это неправильно. Надо смотреть, что такое Тасауф, к чему он призывает, какие его основы, его соответствия с Хариатом, тогда надо оценить. А этот человек слабый человек, может и грех попасть, может и что угодно делать, слабый человек, и смотря на него оценить Тасауф не стоит. Пусть Аллаху делает нас мусульманами, которые смотря на нас будут дать оценку высокую Исламу. И те, кто решил пособительный путь Тасауфа, пусть Аллаху сделает его таким достойным, чтобы смотря на него дали высокую оценку Тасауфу. Это главное. И каждый человек пускай думает, прежде чем что-то делает, что-то говорит, что за этим его поведением оценивается либо Ислам, либо Тасауф. Пусть он не станет человеком, который из-за него будут давать плохую оценку Исламу, и Тасауф. Тасауф.